ребята великолепная остановка великолепное солнышко моя остановка вот к этому всему куда и идем из пятачком на остановку за бычком остановка это место очень важное это такие так сказать метафизические точки остановка отель почта но я не очень хорошо отношусь к остановкам принципе в принципе знаешь вообще лучше общественный транспорт это метро это безусловно во первых это каменный телепорт во вторых ребят не знаю у меня какая-то отрыв вообще вот от этого автобусного автобусно-троллейбусно-трамвайного транспорта хотя к трамваю как я думаю ты я тоже отношусь несколько лучше знаешь почему потому что при переезде в москву от мы купили квартиру в очень правильном расположении она пять минут ходьбы от метро на пять минут то есть не вплотную к метро вплотную к метро тоже плохо то есть ты уже совсем не гуляешь а так вот именно пять минут оптимально а вот еще тащиться на транспорте вот именно вот это мне какие-то блеводные рефлексы во мне воспитала так но к этим ребятам я с детства отношусь тепло также как и многие из вас вот это мне какие-то блогеры дальнобойщики об этом сообщают что им пишут люди что они типа всю жизнь тоже мечтали стать дальнобойщиками но все как-то не срастается и так далее до предыдущем видео я говорю я говорю про вот этот свой свою эпохальную командировку в альпургевую ночь на 1 мая встречи с одноклассниками они встречались через двадцатилетие писяц короче говоря писяц это животное такое кстати надо будет набрать как оно выглядит вроде как это похоже что-то на лесу кстати я узнал что совраска это не собака а лошади так имею ввиду так вот болин слушай это просто конечно это просто песня 20 лет прошло а я очень много вынесут очень полезная командировка была тяжелая а почему тяжелое это все я расскажу позже пока что пока не могу пока у меня канал проходит какой-то я не знаю мне кажется что некую зону перемен который может быть происходит в моем восприятии канала командировка моя показала что все кому я сочувствую на самом деле им всем хорошо это мне надо блин сочувствовать и пришли кобыле хвост бедный чувствительный маменькин сынок это только нам с вами понимаешь это нам с вами только хорошо от этого а вообще-то сентиментальный маменькин сынок это это знаешь это можно это только на ютюбе может иметь какую-то продуктивность понимаешь а так это абсолютно обречено это вся тебя будут вечно вечно все бросать духами помидорами и не обращаю внимание друг на это потому что это нормально и прекрасно понятно сентиментальный маменькин сынок это нормально и прекрасно и да будет так вы мужчины дайте нам возможность как-то дорогие женщины дайте не убивайте нас мужчин ради бога но в конце концов но елки-палки дайте нам возможность хоть как-то дышать но я вас прошу дорогие женщины ну не будьте уж просто в конец авторитарными ну пожалуйста пощадите нас мы мужчины мы хорошие но что господи да мы очень просто устроены зачем вы так усложняете но очень просто устроена нам очень немного надо во всех смыслах великолепный тут лес сейчас у нас кстати будет железнодорожный переезд тоже вот это очень люблю я горжусь тем что а то у меня главная дорога я горжусь тем что я очень конечно благодаря своему блогерству во многих прекрасных местах побывал при том что исключительно с помощью моего хонора 50 и 2 боевидеокамеры да вижу солнышко высоко уже февраль но у тебя тоже февраль вот это полнейший twin пикс и вообще сейчас я подъезжаю к новому быту новый быт это полнейший караван я уже снимал это это видел вот около таких вагончиков что мы только что проехали шериф гарри труман и помощник шерифа энди вынимает из пакета шери у ли до сериале кстати говоря мне где-то это про промелькнуло что она в этом волнах информационной что она в общем чуть ли не 8 часов пролежала в пакете дэвид линч все говорю не так не так лежишь все не так эх великий дэвид линч да еще раз повторю ребят дэвид линч верных херцог фрэнсис форд копуа друзья вас фон три братья коины они все с нами понимаешь вот тут какой-то тюремное подворье все решает личность где бы мы с вами ни были везде должно светить солнце ребят именно вот только так потому что мы тут они потому что что-то вокруг нас 19 век крутой потому что там были петховен пушкин йоты погони немного кто они наоборот понимаешь не наоборот потому что я народу у народа каша в голове вы уж наверно это сами заметили люди очень склонны подменять понятия и в это в этой благодатной в этом благодатном заблуждение как бы из жить до пенсии до своей пресловутой в 12 тысяч рублей нет я слушаю неоднократно битхоин ну понятно тоже было такое время время было такое потому что там был петховен исключительно по-другому быть не может иначе ты переворачиваешь понятие и все будет в жизни абсолютно перевернуто ну как мои любимые пози 69 там лишь тоже домик да мне тоже хочется домик мне тоже хочется все это я мужчина в базовой комплектации абсолютно у меня абсолютно стандартная медицинская карточка это все стандартно вся нестандартность начинается в области личностный и тут это вопрос дискуссионный еще раз напоминаю смело пиши да какой-то жевачка жов сопля жуй презренный беспомощный мамикин сынок бледун паскудный влагалищник и все такое пиши пиши это все очень полезно я все заранее говорю что это ничего не изменит и ничего не докажет я являюсь гением я всегда это знал но это вопрос дискуссионный я сам пытаюсь понять что это такое я не в оправдании себе хотя может быть и в оправдании я всегда говорил но последнее время что гений это не обязательно которых что-то пишет снимает день это обязательно что в области искусства ну или в крайнем случае науки почему гений может быть преподавателем гений может быть дальнобойщиком правда ну да конечно в этой области в области дальнобоя там там как бы не такое там там потолок конечно поэтому то все гении находятся в области искусства искусство это единственная область человеческого занятия которое не имеет потолка никакого там можно развиваться куда угодно даже наука имеет потолок определенных какой снег красивый смотри видишь ну вот я подбираюсь к новому быту и вот там будет и шкала как раз ладно я уже сейчас достаточно выговорился а вот сейчас мы проведем замечательное место после европейского шоссе вот сейчас видите вот там шоссе под ним и съезда на шоссе тут нету и вот здесь ребятки поэтому шоссе я ездил весенне-летний осенний период а свои блогерские поездки совершенно которые я надеюсь что когда-то будут оценены может быть надо будет я думаю про какой-то дальнейший монтаж этого чтобы сделать из этого какой-то крутой фильм когда-нибудь позже когда будет у меня будет много времени потому что я все свои видео сохраняю на накопителях потом можно будет смонтировать из этого просто благословенный фильм вот так ребятки ладно 10 минут нормально ладно снимает до 11 пусть вдруг алгоритмы увидят что я однообразен пусть они увидят что я не однообразен вот тоже такой головатый домик но он довольно таки большой вот сейчас как раз будет изумительный лес слева смотрю доедем потом будет видно монастырь но эти поездки да я был абсолютно один абсолютно айти жаде с камерой и это цена да я не все сказал что мог можно было бы лучше осторожненько здесь резкий поворот может быть гололед улетишь навстречу ну видишь тут такая классом повыше так сказать дома и вот здесь бетонный забор примерно такой же у меня на базе отдыха на моей на ящике и там этот забор абсолютно благословенен понимаешь в другом месте бетонный забор это ужас на ящике это совсем другое дело ящик великое место я не знаю насколько мне в этом году удастся там побывать поэтому под огромным вопросом нужно конечно быть совершенно всемогущим существом мне чтобы и в этом году это удалось но вот в этом двадцать третьем году это удалось абсолютно мне показалось что вот марио приоткрыла для меня дверку именно именно мариал именно вот этот вот могучий замкнутый в себе край который в котором я был как говорится спущен на землю этим летом меня увидел разум и этим летом у меня утвердился качать на мой канал вот сейчас как раз въезжая в новый быт сейчас ты увидишь вид на монастырь ну а нужно снимаю до до стоянки до своей вот и кстати и дико сказала что новый быт мистическое место блин я абсолютно это вижу потому что это тоже рядом с чехом правда с другой стороны от чеха уже туда в сторону юга но я соглашусь ребятки да безусловно стоят мне обман монастырь или плохо правда видишь солнце бьет да надо мне будет совершить свое путешествие на север блогерская я думаю что не стоит затягивать что меня больше всего тянет зимой хотя лучше все это делать в мае когда белые ночи а то уши и в июне когда озеро белое оттает я вот не знаю может быть до озера белого съездить в качестве разведки посмотрим сейчас конечно день коротковатый случаются еще снега и льды не знаю посмотрим ну да дай мне возможность помечтать на были так подползаем подползаем аккуратно православнутый народ так эти то есть хотел сказать православный вот-вот вот уже указать этого церковь отжалу какого-то музея по моему да ну ладно нам надо остаться в живых чтобы какой-то продолжать наше святое дело поэтому собственно зомбари и туда ему дорогу пускай они как говорится все друг друга перебьют нам до этого дела нет нам нужно продолжать свое руконрольное дело вот тут начинается вот чистые шкала пишут эти дома на улице и шпая перекресток с улицей кремлевской я сейчас немножко копирую великолепного александра либо черт надо надо идти в рост мы должны с александром борисовичем открыть на моем канале рубрику про недвижимость должны надо ему еще раз написать я поснимаю вопрос на смартфон пускай это наберет 10 просмотров но это нужно начинать делать так вот заворачиваю сейчас вот будет чистый прохорово 9 микрорайон где полгода жил в вишкороле вот смотри вот вот это с небольшим отличием но вот этот дом как вот отцвет как солнце ложится какой тут воздух это все равно то же самое пятерочка магнит эта улица кремлевская вот напоминает может быть какие-то там и я не знаю камчатку чукотку немножко тоже такие дома да ну вот так что желаю всем хорошего дня 15 минутное видео очень неплохо я думаю что если человек включает чтобы так фоном послушать то это конечно же удобней но для раскрутки я думаю лучше чтобы было больше маленьких видео